Почему подрядчик не хочет? Я не хочу. Заставите меня. Да нет, заставлять-то не будем. И вашим тоном. Не все от подрядчика зависит. Тут много факторов сводится в одну точку, в точку парка имени Ладыниной, а именно поставщики всяких разных материалов, товаров, услуг в том числе. Ну, чем можем, как можем, бодаемся с этим, ну, не знаю, выбиваем наш оплаченный товар. То есть и договора все своевременно было представлено заказчику, что заключены и оплаты, и подтверждение оплат, что это все оплачено. Ну, то есть, либо идти судиться там по нескольку месяцев, там минимум 6 месяцев, либо спокойно сидеть ждать, когда предоставят нам наш материал, чтобы закончить. А в целом, ну, не знаю, я оцениваю, как процентов 70 тут выполнения. Мы уже реально подошли к концу. Скажите, ну не жалеете, что ввязались вообще в этот проект? Если честно, очень жалею, потому что, ну, много сложностей, начиная с цен, которые там, ну, не знаю, в разы подорожало, по сравнению с тем, что заложено у нас в смете и в проекте. И заканчивая, заканчивая с тем, что этот проект вообще рассчитан был на 13 месяцев. То есть эти работы, этот объем работы должно было быть выполнено в течение 13 месяцев, а мы выполняем, ну, сейчас 4 месяц. То есть, ну, думаю, результат неплохой, во всяком случае. Расскажите, людей, техники хватает у вас достаточно? У нас, смотрите, поскольку тут объект разнонаправленный, то есть тут не только укладка брусчатки, да, тут и кафе, и павильон, и мафы, и электричество, и фасад. Ну, все, что там, не знаю, в голову пришло, все запихнули в этот проект. Соответственно, они и все это на одной площадке. Одно мешает другому. То есть тут поэтапность должно соблюдаться. То есть сперва, не знаю, прокладывать кабеля, благоустроители должны сидеть, ждать. Потом одно, потом второе, потом три. То есть одновременно невозможно все виды работ выполнять. То есть у них должно быть последовательность. Вот это с этим связано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok